Мы продолжаем сравнительный тест двух бывших хэтчбеков, а ныне седанов, Opel Astra и Renault Megane, в присутствии стороннего небезучастного наблюдателя Kia Magentis. Но его присутствие мы объясним позже, а пока во время статической части нашего знакомства мы выяснили, что Renault несколько практичнее. У него больше багажник, в салоне полно бардачков, контейнеров и полочек, а проем между салоном и багажником максимально велик. Astra солиднее, гораздо изысканнее в смысле отделки, но багажник тут меньше и соединяется с салоном через узкую амбразуру. А еще на Astra предлагаются только два мотора, а комплектации Megane не счесть. Вот, кстати, снимаемся с этого самолетного ручника и сразу понимаешь, что сильно экономили французы, экономили в том числе и на материалах, потому что пластмасса оставляет ощущение откровенно дешевый. Но, вместе с тем, не все дешево и не функционально, тут как раз напротив. И вот, едешь это понимаешь, сижу высоко, гляжу далеко. Обзор в Megane седан отменный, впрочем, и в Megane хэтчбэк тоже тут эти машины ничем принципиально не отличаются. Единственное, что хотелось бы чуть-чуть иметь боковые зеркала побольше, хотя и так, в общем, тоже все это выглядит довольно пристойно, и картинка в них весьма и весьма ясная. У нас механическая коробка, передачки переключаются довольно четко, и мотор 1.6 в нашем случае тащит Megane довольно резво. Если бы здесь стоял двухлитровый агрегат, то, я думаю, удовольствие за рулем можно получить на такой машине еще больше. Но и моторчик 1.6, повторю, вполне и вполне хватает для тех, кому не нужно никуда спешить, кто привык ездить размеренно. Правда, нужно учитывать, что если вы ездите с большой загрузкой, то в данном случае, наверное, экономить на моторе не стоит, поскольку маленький мотор при постоянно тяжелой машине, это, во-первых, повышенный износ, ну и, во-вторых, это довольно высокий расход топлива. Руль на Megane легкий, и это наверняка тоже понравится тем, кто не любит спортивную манеру езды, кто не любит топить и визжать шинами в поворотах. И тем, кто не любит ездить на большой скорости. А Megane, по большому счету, машина для езды спокойная. Хотя, теоретически, если притопить, то на нем можно ехать весьма динамично, и при этом машина этому не препятствует. Подвеска в меру жесткая. В поворотах сильно Megane не кренится и не валится. Он позволяет держать нужную траекторию и весьма уверенно по ней идти. При этом подвеска, если мы специально поездим колесами по колодцам и мелким неровностям, очень удачно проглатывает все это хозяйство, все эти ссадины российских дорог, и передает минимальную информацию на руль, на педали и на сиденье. При этом, повторюсь, никакой серьезной раскачки и никаких серьезных кренов. При всем, при этом, повадки спортивными этой машиной, безусловно, не назовешь. Она, скорее, сделана для комфортабельной езды. Но, субъективно, если вот ты действительно пытаешься ехать активно, машина стоит на дороге несколько даже увереннее, чем хэтчбэк. Хотя разница в колесной базе, которая может обеспечивать эту самую стабильность, невелика всего лишь 4 сантиметра в плюсе у седана. Но, может быть, эти 4 сантиметра как раз и играют какую-то и, может быть, даже важную роль. Шумоизоляция в пределах допустимого для машин такого класса, и можно даже назвать неплохой. При том, что, повторюсь, на материалах французы явно экономили, и это чувствуется. Приборы читаются неплохо, вся информация необходима, выводится на дисплей. Есть бортовой компьютер, часы, градусник. Что еще нужно для нормального, спокойного и полноценного передвижения из точки А в точку Б? Ну что ж, посмотрим, о чем нас порадует Opel. Садишься в Opel, и ощущение, что ты оказался в машине, которая, если не на класс, то, во всяком случае, на полкласса выше. И дело даже не только в том, что Opel у нас в более богатой комплектации, нежели Megane. Megane тоже можно нафрашировать. Дело в другом. Дело в качестве материалов, прежде всего. Вот пластмасса, разные фактуры, которые использованы для отделки салона, да и сама архитектура, сама пластика, сам дизайн интерьера, кажется претендующим на нечто большее, чем просто утилитарную тележку. Руль здесь регулируется не только вверх-вниз, но еще и довольно большой диапазон регулировки по вылету, что нельзя не признать очень качественно важным моментом. Кроме того, кажется, что Opel субъективно, опять же, просторнее Megane. Но это не так. Megane на самом деле при том же объеме салона будет чуть-чуть пошире. Но вот эта более качественная и более стильная упаковка водителя в Opel отнюдь не означает, что водитель чувствует себя здесь комфортнее. Дело в том, что тут даже некуда по большому счету пристроить мобильный телефон, разве что положить его на полочку под ручник. Перчаточный ящик заметно меньше по объему, чем у Megane. Карманы в дверях тоже, а центрального подлокотника и какого-либо бокса еще нет. В принципе, куда тут распихать нужную тебе мелочь? Ну что ж, посмотрим, как все это едет. По идее, ехать нам должно неплохо. У нас на машине стоит топовый мотор в 1800 кубов. Вот если на Megane возможен двухлитровый мотор, то на Opel это недоступная мечта. 1,8 это максимум. И надо вам доложить, что в сочетании с автоматической, довольно, ну, мягко скажем, консервативной по конструкции коробкой передач, ощущения какого-то взрыва и полета нет. Opel довольно лениво разгоняется, и после чего может довольно уверенно меж тем поддерживать заданную скорость движения. Кстати, автоматом этим управлять тоже нужно немножко привыкнуть, потому что, когда ты включаешь передачу, есть шанс всегда промазать мимо буквы D и попасть на режим 1, 2, 3, то есть на те режимы, которые не позволяют коробке перескакивать выше заданной передачи. Значит, нужно для езды, например, с тяжелым прицепом или сильно загруженной машиной, для того, чтобы автомобиль не перескакивал на более высокую передачу, когда ему нужно, например, ехать вверх или идти на обход. Интересно, что Opel немножко легче Megane, если брать цифры, но вот в движении ощущается совершенно обратная история. Машина создает ощущение более солидной такой тачки, обстоятельной, и едет она также более солидно, обстоятельной. Если на Megane можно шустрить, и иногда хочется шустрить, то вот на Opel, ну, Opel совсем к этому не располагает. Хотя, надо признать, что в поворотах он тоже чувствует себя довольно уверенно, хотя крены субъективно тут чуть больше, чем на Megane, а подвеска тут помягче. Хотя энергоемкость ее тоже, в общем, внушает, внушает доверие и оптимизм, и ни намека на раскачку нет, а все неровности тоже, в общем, легко проглатываются. С другой стороны, надо понимать, что изначально эти автомобили строились под страны с только развивающимся автомобильным рынком, с развивающейся автомобильной инфраструктурой, а значит, под страны с не очень хорошими дорогами. А посему вот этот запас по подвеске в них был заложен уже изначально на стадии разработки и проектирования. Конечно, чтобы поддать вожей, поддать ремня Astria, можно использовать кнопочку Sport, которая находится на передней панели. Передачка сразу переключается на одну вниз, коробка начинает перескакивать на более высоких оборотах, и подвеска становится более зажатой. Но тут нужно учитывать два момента. Первое. Это абсолютно опциональная история. Эту кнопочку, эту функцию можно купить за отдельные деньги. Второе. Нужна ли эта функция на семейном седане? Еще один вопрос. Сочетается ли эта функция с довольно архаичным автоматом? Третий вопрос. Ну и четвертый. Когда мотор в Астрии работает на высоких оборотах, он начинает давить на уши. И, несмотря, повторюсь, на более высокое качество материалов отделки, качество шумоизоляции в Астрии отнюдь не выше, чем в Мегане, а субъективно даже чуть похуже. А поэтому лучше, выше 4,5 тысяч мотор на этом автомобиле не крутить. Руль у Opel чуть потяжелее, чем у Megane. Инструментарий на машине неплох. Приборы расположены грамотно, вся необходимая информация считывается легко. А вот обзорность в машине, честно говоря, несколько похуже, чем в Megane. Наверное, это обусловлено более низкой, более лежачей посадкой, с одной стороны. А с другой стороны, меньшей площадью остекления. Зеркала боковые тоже не очень большие и немножко искажают пространство, а поэтому ориентироваться по ним можно, но нужно привыкнуть. А вид зеркала заднего вида перекрывается частично подголовниками, да и сама площадь заднего стекла могла бы быть побольше. Посему, если есть возможность, закажите на машину Парктроник. Хотя бы задний не помешает. Итак, давайте посмотрим, во сколько нам обойдется содержание, эксплуатация этих двух красавцев. В среднем цена на каско на Opel AstraZedan колеблется в районе 5,2-5,7% от стоимости. То есть в нашем случае это менее 40 тысяч рублей. С Megane всё немножко похуже. В среднем каско стоит более 6%, а это уже больше 40 тысяч для нашей машинки. А вот стоимость нормы часа на работе на фирменном сервисе у Renault чуть пониже. В пределах 1600 рублей. У Opel до 1700 рублей. Данные получены нами путем обзвона страховых компаний и фирменных сервисных станций в Москве. Итак, при прочих равных есть очевидная альтернатива. В плюсах Opel очевидно более качественная отделка, более солидный дизайн и более солидное ощущение себя любимого внутри автомобиля. В плюсах Renault очевидно большая функциональность, более ёмкий багажник, большее число бардачков, ящичков и полочек, более широкий выбор комплектации от моторов 1.4 до 2-литрового мотора. Но у нас есть ещё и припрятанный в кустах корейский рояль Kia Magentis. Машина, построенная на более взрослой платформе, начинавшая как механический двойник Hyundai Sonata, конечно, не малолитражка. Но вариант. Ведь при схожей комплектации с наиболее продвинутыми версиями седана-хэтчбеков, он и стоит также. Более того, цена на самый упакованный 2-литровый Magentis даже ниже, чем на супер-навороченный 2-литровый Megane. Ну, есть повод оценить машинку. Но об этом в третьей части нашего теста. Продолжение следует... Продолжение следует...